Мы, наша партия, высказала свои отношения к Конституции. Президиум принял официальное заявление. Опубликовали его. Не успели опубликовать, включаю ночью, выступает Соловьев. Талантливый журналист, слов нет. И между делом, вроде американскую тему обсуждает. И говорит, а как вот будут, почему не будут голосовать коммунисты за укрепление государственности, за социальное государство, за хорошее образование, кто против? Мы же вносили 20 раз закон образования для всех, которым гарантировано полностью всем бесплатное образование и первое рабочее место. Он бы сказал, Единой России никто не проголосовал за него. Мы вносили 8 раз закон о детях войны, их 11 миллионов, живут в нищете. У них Гитлер отнял молодость, а Ельцин отнял у них последние права, а здесь ничего им не вернули. Почему же я не сказал, что ни один из Единой России не проголосовал за этот уникальный закон? Мы вносили предложение национализировать, чтобы все недра работали на каждого человека, а не на кучку упырей по имени олигархи. За три месяца коронавируса олигархия хапнула в России 62 миллиарда долларов. Не я написал, это Форс написал. Умножайте на 74 с лишним триллиона рублей. Средний класс, который привык работать, вернее, в кафе, и свое дело иметь, ездить на иномарках, отдыхать за границей, сейчас весь почти разорился. Мы бы предложили оказать помощь гражданам и поддержать производство. Тоже ни одного слова. Вот как вы будете голосовать? Я ему стричь задаю вопрос. Вот если тебе предложили одним пакетом голосовать за то, что индексируем пенсии, а вторым вопросом за то, что распространяем наркотики среди школьников и убиваем молодое поколение, как бы ты голосовал? Ведь тебе нельзя выбирать. Я за индексацию, но я категорически против наркотиков. Категорически. Потому что если разрешить применять наркотики, тогда у нас не будет через поколение пенсионеров. Их просто не будет. Все выбрут до 35 лет. Ни один наркоман больше 35 лет не прожит. А нам подсовывают такой вариант. Кому он нужен? Мы отнеслись с большим уважением и настаивали. Поговорили, Ельцин, Конституцию мы не приняли и не могли принять. Она преступная по своей соте. Она скрусть пропитана кровью защитников Дома Советов, гарью чеченской войны, войны в Чечне, воровством невиданной, приватизацией, которую уничтожила целый отрасль. Мы наставили, президент пошел. Мы поддержали активно. Мы 108 поправок внесли. Мы проголосовали за первоначальный пакет, который присматривал социальный. Но мы 15 поправок внесли, которые бы изменили социально-экономические курсы и дали возможность стране дышать, развиваться, использовать свои гигантские богатства. Ни одно это решение в Думе не прошло. Мы обратились к президенту с конкретным письмом и по русской теме, и по народным предприятиям, по коллективу. Вместо этого получили рейдерский налет на совхоз Ленина, попытку удушить наше предприятие лучшей Европе Казанкова. Гоняют Бессонова восьмой ход по всем Нивам только за то, что он выступил против этих порядков. И продолжают преследовать наших товарищей сплошь и редко. Тогда где диалог полный цель. Поэтому мы призвали и сказали, члены партии не будут голосовать. Мы не можем за это голосовать, но мы продолжим борьбу за нормальный ремонт Конституции. Он по соответствии с законом должен быть на основе Конституционного собрания. Мы внесли закон о Конституционном собрании. После глубокого обсуждения его практически не было. Мы за то, чтобы голосование было на референдуме, тогда оно будет иметь законные силы. А эти просунули закон, по которому любой, любой поставит под сомнение результаты этих голосований. Но мы и прямо обратились к гражданам. Нельзя отсиживаться. Гражданин тогда, ты гражданин, когда ты активно борешься за свою державу, за своих детей и внуков, когда ты пришел и выражаешь свою точку зрения. Поэтому надо идти голосовать по совести. Каждый как считает нужным и так далее. Но я уверен, что если он посмотрит внимательно, он скажет, да, требуется капитальный ремонт. Мы одновременно 15 своих поправок вынесем на народное голосование. Уверен, что абсолютное большинство будет поддержано. Мы за то, чтобы продолжить эту работу, и считаем, что она может дать хороший результат. А так, пока Единая Россия своей командой занимается не проведением закона, а очередной спецоперацией и мехинацией. Нас это не устраивает.